Самые образованные из всех рабочих. Они работают со сложной техникой, средней, чтобы работать на железной дороге. Рабочий должен проходить около трех лет в учениках, обладеть грамотой, получить начальные технические навыки. Ну, а кто владел грамотой, соответственно, читал социалистическую, большевистскую пропаганду, листовки, капиталы манипест Карла Маркса. Ну, в общем, чем грамотнее, тем революционнее. Тем более, что с дорожником была вторая проблема. Хотя они были грамотные, технически подкованные, зарабатывали они существенно меньше, чем другие квалифицированные рабочие. Например, рабочие металисты, работающие в строительных, в литейных заводах. Рабочие металисты – это были такие дореволюционные айтишники. Они зарабатывали очень много. Часто больше, чем чиновники средней руки и могли снимать трех-трехобусные квартиры. Железнодорожники же ютились в рабочих казарнах, в маленьких спортивных деревянных домиках. В общем, положение это не устраивало. И чем образованнее они ставились, тем развлекательнее настроение. А с образованием железнодорожников русские власти работали очень плотно. Вот, например, в 1901 году открывается вот эта учителя юти первые два этажа на революционные. Это железнодорожное училище при Александровском заводе Николаевской железной дороге. Здесь было два отделения, на одном из которых воспитывали электротехников. Они должны были заниматься связью, прежде всего, на железной дороге, электрическими селеграфами, различными электрическими приспособлениями, которые использовались в ДПО и в цехах. И второе, слесарное отделение. Это кузнецы, слесари. И первоначальным отличием этого училища было то, что буквально все, что может и требовалось от железнодорожных рабочих на самой железной дороге, в вагонных мастерских, на паровозном заводе, все это можно было здесь буквально на практике воспроизвести и попробовать. Недаром в советское время сюда тоже были привезены реальные действующие образцы техники. Это паровоз, тепловоз и грузовой вагон. Долгое время их использовали как своеобразные тренажеры для оттачивания практических навыков. Друзья, дождь усиливается, я предлагаю загрузиться в автобус.